Всем здарова дорогие друзья, с вами канал WhiteArt и сегодня у нас о чудо на обзоре очередная деталь для ПК. Сегодня у нас система водяного охлаждения Arctic Liquid Freezer 2 282 вентиляторная модель, на самом деле очень большая. И почему я её взял? Во-первых, она на штуку дешевле чем трёхвентиляторная, плюс по тестам в интернете эта модель уделывает трёхвентиляторного собрата где-то на пару градусов. Так ли это на самом деле я проверить не смогу, но мы сможем сравнить с самым бюджетным сегментом от фирмы Deepcool, называется она Gamax L240, то есть то что стоит сейчас у меня. Далее мы всё это установим в компьютер и протестируем в рабочих задачах, то бишь как мы будем использовать компьютер в повседневной жизни, то есть играть в игрушки и смотреть какие будут температуры. В одной из игр мы сравним с Gamax L200, насколько там был прирост, не было прироста, ну а также в остальных других игрушках просто протестируем как она охлаждает процессор. Начнём как обычно с распаковки. В комплекте у нас коробочка, в которой находится пакет со всеми крепежами как для AMD, так и для Intel и маленький тюбик термопасты MX-5. Далее идёт сам радиатор с прикрученными уже вентиляторами. И всё, инструкции в бумажном виде в комплекте нету, она в электронном. Надо просто отсканировать QR-код на коробке и перейти на сайт с интерактивной инструкцией. Там анимированные картинки и даже понятно сразу как установить. Итак, охлаждение подойдёт для процессоров AMD с сокетом AM4 и AM5 и для Intel с сокетом S1150, S1151, S1155, S1156, S1200, S1700, S2011-3 и S2066. Материал радиатора алюминий, размером 317 на 138 мм, с вентиляторами на 140 мм. Всё подключение по коннектору 4 пин. Скорость вращения вентиляторов от 200 до 1700 оборотов в минуту, уровень шума 22,5 дБ. И надо сказать, с этой водянкой комп стал более тихим. Оборота вентиляторов я ставлю как показано в инструкции, решил ничего не изобретать. Продолжение следует... Итак, корпус Deepcool CL500 я ставлю водяное охлаждение спереди, сверху не поставишь. Но самое главное правильно установить крепёжные детали на материнскую плату. Сначала я установил неправильно, но потом переделал. После ставим помпу и всё работает. Далее потестируем температуры в игр. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok По градусам всё шикарно. По сравнению с Deepcool тоже температура ниже. Но особенности моего корпуса не дают попробовать разные варианты крепления. И не даёт найти подходящее расположение для лучшего охлаждения. Процессор стал охлаждаться гораздо лучше, но теперь стала горячее сама видеокарта. Хотя, если сунуть руку за радиатор, то вроде и не идёт горячий воздух. Верхнее расположение данной водянки чуть хуже охлаждает процессор. То есть на пару градусов температура поднимается. Зато видеокарта чувствует себя лучше. В общем, буду думать, что со всем этим делать. Данным охлаждением я доволен, свою цену оправдывает. В следующем видео уже посмотрим, как я сделал данное охлаждение уже в новом корпусе. А я пока прощаюсь, до следующего видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok